Жители страны массово скупают автомобили из-за повышения цен. А ямальцы могут себе позволить купить больше всего литров дизельного топлива по сравнению с другими регионами. Об этом и других событиях в коротком обзоре. Дизель для ямальцев не проблема. По сравнению с другими россиянами на свою зарплату жители Янау могут купить больше всего литров дизельного топлива. Почти 2000 литров. РИА Новости провели исследование и назвали регионы самой доступной соляркой. По этому показателю наш округ опережает даже Москву. Жители столицы способны купить лишь 1760 литров. На третьем месте Чукотский автономный округ. Меньше всего могут себе позволить жители Ивановской области. 527 литров. Россияне сметают автомобили на фоне роста цен. Из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса, желающие обновить авто решили поспешить с покупкой. Летом во время режима самоизоляции многие автозаводы остановили работы. Это вызвало дефицит у дилеров. Цена новых машин выросла на 3%. К зиме стоит ждать увеличения ценников еще от 5 до 10%. Эксперты в изучении Арктики предположили, почему тает вечная мерзлота. Скорее всего, это происходит из-за большого количества осадков. В этом году изучение подземных ледников проводится на двух площадках. В районе Харпа и Горнокнязевска. В 2019 году глубина сезонно-талого слоя изменилась на 11 сантиметров относительно средне-трехлетнего показателя. Аномально теплая зима в прошлом году могла еще больше усугубить ситуацию. Ученые РАН рассказали о дружбе кречета и человека на Ямале. На своей странице в Инстаграм они выложили видео с ручным кречетом. На кадрах видно, как птица облюбовала один из чумов в Яркуте. Садится на его вершину и ловит кусочки мяса из рук тундровиков. Гипотезы такого поведения в лаборатории выдвинули две. Либо птица жила в неволе, либо она из железнодорожного выводка. То есть из гнезд, свитых под железнодорожным мостом, и уже не видит в человеке врага. Обзор подготовила Вера Баранова от телерадиокомпании «Сигма» для НУР-24.